всем доброго раннего утра дорогие мои ну вот всем утра ну я вчера вам ролики выставил об одном из тысяч парков анкары спасибо большое за комментарии вот в комментариях тоже пишите что спрашиваете что такая большая территория не будет ли она потом застроена домами я хочу сразу сказать что этого конечно не будет здесь в анкаре я что посмотрел вот это самое главное вот эта черта вот это вот вообще строительно вообще это самое до строительного бизнеса вообще строительство градостроительства до градостроительства здесь учитывается очень очень много таких это как вот естественно природная среда оставляется вот это вот это мне кажется я там посмотрю, где-то гектаров 300. Гектаров 300. Только вот этого парка, новый парк. Это ровные места, где сейчас лавандовые поля, розовые. Вы спросили еще, не будет ли там из этого роз делать, ну, типа производство что-то. Нет. Они осыпаются заново. Это только для отдыха. Это все для того, чтобы люди отдыхали видели, вот, как и небоскребы строят. Ну, небоскребы на высотке такие, да, будем говорить. 20-30 этажей. И по квартирам тоже я вам сказал, что эта квартира дорого стоит. 3-4 миллиона, а то и выше. Ну, естественно, качество строительства, площадь квартир очень большая. И они в большинстве сети. Сети там внутри. сауна, бассейн, все-все-все-все. И покупают это квартиры большинство, большинство иностранцев тоже. Богатые иностранцы. Они стараются покупать именно в Анкаре. Потому что здесь очень много центров, вот, корпораций, там, министерств, все-все-все-все. Короче, большинство здесь в Анкаре живут очень богато, очень много богатых людей. Очень много богатых людей. Вот. И иностранцев в основном тоже. Вот. Очень много иностранцев. Вот. Колледжах, колледжах тоже, частных колледжах, учатся дети большинство очень состоятельных иностранцев и состоятельных турков. Вот. И что хочу сказать еще, да, частный колледж тоже здесь это сам, есть частные колледжи, чисто частные колледжи, да, это сам, есть здесь частные колледжи государственного частного партнерства. То есть они вот как почти как государственные, они не почти государственные, у них это вот система такая, но она и частная, она и частная и очень, как бы, скажем так, образование дают суперское, два-три иностранных языка, французский, немецкий, английский. Вот. и вообще Анкара, Анкара, не зря говорят, мемурларюрде, это, мемур, это, ну, специалистов, да, специалисты, образованных людей, это мемур, это, как бы, типа, начальник, мемур. Вот. Поэтому вам сразу, если куда-то вы идете, например, особенно Гечадара, или, наверное, знаете иностранцы, да, вам говорят, такому-то мемуру, то есть, такому-то специалисту, да, вот. Здесь, я же говорю, очень развитый город, очень развитый город, и правильно, Дмитрий сказал, Соланья, вот, мой подписчик, который на мотоцикле приехал, он сказал, говорит, я, говорит, живу, год, говорит, в Олане, когда, сейчас приехал, говорит, действительно, попал, говорит, город, оказывается, мы живем, говорит, деревня, там, говорит, деревня. Вот. Я вам вчера еще показал, частички только, это, конечно, потом буду показывать, все как есть, все еще, еще все впереди. Вот, Будет время, дай бог Вот Бейхаус Огромнейшая территория Огромнейшая территория Территория Бейхауса Как в Анталии тоже Я вам показывал Бейхаус Это 10 или даже Более раз Там Бейхаус Чтобы обойти внутри Мне кажется Если хотя бы в каждом отделе Задержаться хотя бы Ну минут 5 Мне кажется надо селый день Селый день Чего только там нету Что только там нету А я люблю вот это растение Видимо я в прошлой жизни был садоводом Короче я люблю святые растения Вот И Это просто кусочек Можно сказать Хотя этот кусочек тоже Сотни сотни квадратных метров Занимает там все садоводство Посвящено Где-то электрики Ковры Вот Ботовая техника В общем Чего только нету Чего душа желает Чего душа желает Вот И что хочу сказать Дорогие мои Дорогие мои Вот Вот это Насчет этого парка Вернемся к этому парку Да Вот видите Сколько труда туда вложено И вкладывается Это Работают Садовники Там Сантехника Вода Каждому Это Я вообще считаю Что Жизни Надо только Созидать Созидать Вот такие парки Вот такие Розари Везде это можно Это везде можно Везде можно Если человек хочет Что-то делать Он не только Здесь И в любом стране В любом месте В любой стране В любом климате У каждого климата Есть присущие ей Тоже растения Так и красота Можно делать Все-все Вот И чтобы людям Было хорошо Вот И строить Красивые дома Красивые Хорошие Добротные Качественные дома Чтобы люди жили Потому что Живем один раз Жизнь дается Один раз Один раз дается Надо строить Не воевать Где-то там Что-то там Убивать Где-то это А надо строить Строить Созидать Для людей Чтобы было хорошо Вот И Я прожелся По этим Лавандовым полям И вот это Знать Такой запах Там стоит Такая приятная Атмосфера И таких парков Тут Тысячи Я же вам показывал Видео Есть же Здесь Есть Дельфинарии Аквариумы Бесплатно Для людей Бесплатно Заходи Смотри Отдыхай Гуляй Посиди Там Кафешка Чай попей Внутри Пройди По экспонатам Вообще Красота Все делается Для людей Понимаете Все делается Для людей Вообще Я же говорю Не надо Разрушать А надо Созидать Надо Созидать Только Созидать Войну Захочет Только тот Человек Который Под пулями Не ползал Понимаете Война Еще Никому Хорошего Ничего Не приносило Разрушение Вот Это Извините Очень Такое Это Как Мой папа Говорил Что Не сама Война Даже Страшна А послевоенщина Он говорил Потому что Сразу После войны Начал Служить И в Таких Войсках Где Порядок Преступности Воевали Все Все Вот Войска НКВД Я же вам Говорил В 8-м Оперативном Полку Нашей Службы Тибилиси Он Говорил Что Не сама Война Страшна А послевоенщина И он Говорил Он же С 14 Лет Начал Работать На тракторе Потому что До Армии Да Вот Потому что Неком Была Работа Всех На фронт Забрали Вот Вчера Был Годовщина Опять Вчера Была 22 Июня Начало Великой Отечественной Войны Моей Мамой Любимая Такая Песня Была 22 Июня Ровно В 4 Часа Киев Бомбили Нам Объявили Что Началась Война Вот Она Всегда Говорила Вот Эта Вот Эта Песня Она Эта Самая Я Что Хочу Сказать Ребята Война Только Разрушение Приносит Разрушение Смерть Боль Вдовы Сироты Вот Папа говорил Что Не сама Война Говорит Сама Война Тоже Страшна Но После Военщина Еще Страшнее Еще Страшнее Поэтому Надо Созидать Правильно Турки Делают Хоть бы Как бы Трудно Не было Здесь Люди Как-то Это самое Вот Вчера Было Заседание Центробанка Турции Ключевую Ставку Поднялись Восьми Споловим Процент А Четырнадцать По-моему Подняли Вот Конечно И Это Сплеск Курса Доллара Вызвало Доллар Сейчас Более Двадцати Пяти До Двадцати Сести Даже Доход Ну Как И Прогнозировали Что К Августе Месяце Будет Тридцать Лир Это самое За доллар И Естественно Среднюю Заработную Плату Увеличили С восьми Споловим Тысяч До Один Споловим Тысяч Естественно Это Вызвало Шквал Вот Это Поднятие Доллара И Даже В некоторых Самое Повышение Цен Но Опять же Я же Говорю Народ Народ Это Все Воспринимает Короче Конечно Так Что Где-то Недовольство Здесь Вы знаете Здесь Такая Страна Каждый Может Выражать Своё Мнение Где-то Кто-то Чем-то Недоволен Говорит Как Есть Здесь Не так Вот Как Например Я говорил России Например Где-то Что-то Вот Это Не так Сделано Не так Сделано Не нравится Вали Отсюда Тебя Сюда Никто Не звал Такого Здесь Нет Каждый Человек Говорит Как Говорится Где Что-то Не так Каждый Своё Мнение У каждого Человека Своё Мнение И Есть Которые Говорят Правильные Самые Говорят Что Да Это Не так Уже Это Каждый Своё Потому Что Спор Рождается Истинно У каждого Человека Своё Должно Быть Мнение И Государство Тоже Прислушивается К этому Государство Прислушивается Это Хорошо Когда Государство Слушает Общество Страшно Когда Общество Слушает Государство Здесь Государство Тоже Делает Свои Меры Повысят Зарплаты Ну Конечно Будут Я думаю Предприняты Ещё Другие Меры Но Так Чтобы Так В магазине Слишком Так Блеск Сен Огромных Таких Я ещё Не видел Конечно Но Я думаю Что Всё будет Нормально Всё будет Хорошо Всё Всё Вот Как Видите Народ Живёт Отдыхает Работает Вот Для людей Всё создано Хлеб Вот Как Продавали По Государственным Ценам Вот Народ Народный хлеб Магазин Есть По Три Лиры Так Народный хлеб Сделал За 50 Лир Огромные Можно Недели Две Кушать Его Вот Так что И рыба Тоже самое И фрукты Тоже Я не Посмотрел Недорогие Абрикос Я посмотрел От 10 До 15 Лир Так же Клубника 20 Лир Пожалуйста Вот Но Не фруктом Единым Человек Конечно Другой Это самое Но Я же говорю Ещё раз Альтернатив Очень Много Вот Мясо Конечно Да Таких Специализированных Магазинов Очень дорого А вот Там В Лусе Рынок Считай Почти Как Мясные Ряды Специальные И где Там Мясные Ряды Там Где Конкуренция Там Уже Цена Падает Вот Люди Берут Печёночки Там Мясо Мясо Я посмотрел Вчера Вот Специализированных Магазинах Мясо Да Триста Пятьдесят Четыреста Даже А там За двести За двести Двадцать Нормально Пойдёт Конечно Я хочу Сказать Что Где-то Что-то Дорого Где-то Что-то Дёшево Вот Одежда Дешёвая Обувь Дешёвая Текстиль Дешёвый Можно купить Распродажа Везде Текстиль И футболки И одежда И кроссовки Всё турецкого Производства Прямо Горками Продают Вот Поэтому Тоже Доволье Три-четыре Миллиона Есть И дороже Есть И дороже Ну Альтернатива Есть Можно найти Старых Домах Ну Это Старых Это Не Значит Что Они Всё Убитые Мы Представляем Старые Это Убитые Здесь Есть Дома Стоят Которым 30 лет Они Стоят Как будто Его Вчера Построили Потому Что Кот Хороший Постоянный Ремонт Красиво Там Делают Всё И Содержание Вот Там Можно Купить И за 2 Миллиона Есть Места Так И за Полтора Миллиона Ну Конечно Такого Люкса Нет Как Там Например Сауна Там Бассейн Там Всё Всё Вот Но Также Подземными Гаражами Вот Также Со Всей Инфраструктурой Вот Выбор Есть Я же Говорю Хочешь Шикарно Пожалуйста Шикарно За Шикарную Цену Хочешь Такой Женок Без Вся Как Там Эти Понтов Вот Это Бассейн Там Закрыто Там Это Всё Там Это Как Чудо Швейцарный Стоит Вот Пожалуйста Три Четыре Пять Десять Миллионов Даже Есть Даже Есть За Тридцать Миллионов Квартиры Это Столица Это Столица Вот Хотя Нашим Людям Если Был К этой Столице Ещё Было Морюшко Рядом Было Вообще Хорошо Но Этим Людям Морюшко Не надо Здесь Своего Достаточно Здесь Озёр Много И Тоже Также Здесь И пляжи На Озёрах Пляжи Шикарные Пляжи Спресноводные Домиками Кемпингами Отдыхай Кайфуй Живи И рыбалка И всё Всё Везде Свой Кайф Вот Так что Вот Так вот Всех Вам Благ Хорошего Настроения Ребята Задавайте Свои Вопросы В комментариях Я постараюсь Ещё Делать Ролики Будет Время Буду Ездить Вот Уже Сто Недель Я уже Вам Говорил Что Начинаются Праздники Вот Посмотрим Как Что Буду Освещать Всё Остальные Новости У меня В сообществе Посмотрят И всё Есть Где Что Случилось Даже Мировых Эти Финансовых Эти Всё Есть Там И По Истории Тоже Какие Мои Заметки Вот Я ещё Вам Я С 14 Лет Уже Писал И стихи И рассказы Был Развитым Человеком Будем Так Говорить Потому Что Я же Вам Рассказывал В одном Из роликов Что На посёлке Где я родился Была Библиотека Большая Библиотека Так Вот Я до Окончания 10 класса Несмотря На то Что Жёсткое Содержание Моего Было Дом Армейское Можно Сказать И Пости Баранов И дома Работать И это Я успел Это всю Библиотеку Прочитать Я был Постоянным Чем Это Я книги Брал Я С жадностью Читал Эти книги Я был Жадный Вот Для книг Вот Я читал Эти книги Вот Все 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 Там Тематические Это были Уже Заканчив Библиотекар Я даже Не знаю Что тебе Уже Предложить Ты уже Всё Здесь Прочитал Вот Человек Должен Быть Состоронно Развитым Человек Должен Быть Состоронно Развитым Тупым Он Не должен Быть Вот А книги К сожалению Их сейчас Мало читают Это Очень Плохо Иногда Я видел Тогда Еще В России Здесь Я не видел Чтобы Вот так Книги Выбрасывали Мусорку В Москве Тоже Я видел Прямо Книги Около Мусорного Ящика Такие Книги Прямо Бросили Прямо Завязанными Этими Нельзя Книга Это Святое Дело Книги Надо Читать Человек Который Книги Не Читает Это Уже Считает Я Читал А потом И уже И писал Уже Свои Мысли Появляются Конечно В жизни Не все Получается Так Как Книгах Особенно Художественной Литературы Но Есть Моменты Этой Художественной Литературы Которых Мы Потом В жизни Сталкиваемся С этим Сталкиваемся С этим Потому Что Это Тоже Все От Жизни Написано Конечно Там Есть Художественный Вымысел Автора Вот Но Там Есть То С Чем Нам Приходится В жизни Сталкиваться Что Нас Может Иногда Сберечь Лишние Наши Силы Даже Иногда И Жизнь Я Читал Много Очень Много Читал Я Не Помню Я Я Говорю В этой Библиотеке По-моему Больше 100 Тысяч Книг Было Я Почти Все Прочитал Все И Классиков И Техническую Литературу И Математическую И Военную Литературу Я Уже До Кончания Десятого Класса Уже Знал Все Тогда Были Книги Такие Зарубежная Военная Техника Артиллерийские Системы Танки Все Я Знал Калибр Пушки Дальность Стрельбы Вот Все Все Я Уже Знал А Потому Что Библиотека Была А Сейчас Молодежь Ничего Не Считает Он Сидит На Этим Телефон Чик 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 Гугл 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 Чуть Что Гугл Чуть Что Гугл И Игры И Игры Понимаете Надо Хочется Спросить А Ты Всю Жизнь Потом Играть Собираешься Жизнь Это Не Игра А Сейчас Игра Я До сих пор Помню В Анталии У Соседей Сыновья Вот Это И Внуки Дорогущий Телефон В кредит И Только Для Игр Каждого Телефона Игр Игры 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 Зачем Это Тупим В соцсетях Вот Это Каких-то Там Это Игры 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 Опять же Жизнь Это Не Игра Так же Как И Война Многие Считают Война Это Считает Тот Человек Который Там Никогда Не Был Над Которым Пули Не Летали Осколки Осколки Короче Не Свистели Смертельные Вот О войне Не надо Мечтать Надо Мечтать О жизни О созидании Только тогда Человечество Может Выжить Иначе Никак Иначе Только Тупик Вот Такие Дела Всех Вам Благ Хорошее Настроение Живите Долго Пока Тупик